Здравствуйте, уважаемые дамы и господа! Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Сангейц Радио приветствует вас сегодня в нашем неизменном прямом эфире. Передача называется Тера Инкогнито и наше постоянное гостье Инесса Алиева из Стольного Града Минска, города-героя. Здравствуйте, Инесса! Здравствуйте, Владимир! Здравствуйте, телеслушатели и радиослушатели! У нас сегодня две очень интересные темы. Одна из них – спиритизм, а вторая – духи и что это такое. Давайте сегодня поговорим вот об этих таких всех волнующих, про эти все объемлющие темы, скажем так. Вот здесь можно, наверное, много сказать чего, но вы, Инесса, как специалист, я думаю, поведаете нам много интересного по этим двум сегментам. И так еще раз – спиритизм и духи. Итак, Инесса, расскажите, пожалуйста, что же такое спиритизм? Значит, спиритизм, ну, это, как я могу назвать, это наукой. Наукой и, как бы, вообще в переводе от латинского это считается как «перепус». То есть перевод «спиритус» – это душа, дух. То есть это само говорит о том, что это способ связи, общения с душами умерших. Ну и пришельцы, как из постороннего мира. Это, как бы, способ вообще вступать вообще в контакт с живыми социальных вот именно лицами. Лица, это, естественно, являются медиумы. Медиумы могут, как бы, медиум может стать любой, но лучше это, как бы, не соваться. Естественно, то есть, как бы, кто занимается оккультными, ну, как бы, и сам спиритизм, ну, одна из оккультических наук, можно сказать. Кто занимается вот именно оккультизмом, то есть я думаю, что тоже занимается, как бы, анимидиумом. Ну, и что вы можете сказать про спиритизм вообще? Что это такое? Для чего это применяется? И в каких случаях это применяется? Стоит ли этим заниматься? Ну, уже, как сказала, что, значит, это получается, что, как общение с душами умерших. Да, ну, вообще, это, конечно, не стоит вообще этим заниматься, нежелательно. Потому что, как бы, очень много бывает, ну, я думаю, что все в детстве хватались, как бы, за книжки «Черной магии» и тому подобное, да, и хотели попробовать вот именно спиритические сеансы, да. Но, как бы, сам результат потом, это очень плачевный может, как бы, быть. Поэтому здесь, конечно, желательно, если уже и занимается, хочет кто-то узнать что-то, вот именно, связь иметь с умершим, тогда лучше обратиться, конечно, к медиуму, там, к кузьмаку, к колдуну. Как, получается, что человек, который, вот именно, ну, это сеанс делает, сделать с 12 до 4 где-то вот проводится, то есть это ночью, как бы, проводится. И обычно для такой, как бы, работы нужен круглый стол, нужна специальная табличка такая, и нужно блюдце. То есть, вот, как бы, через это идет, как бы, общение. Но, прежде чем, вот, именно, как бы, подумавшие, нужно сто раз подумать, чтобы это сделать. Почему? Потому что, не подумавшие, вот, ну, хотят вызвать, к примеру, там, дедушку-бабушку, или, там, прадедушку-пробабушку, или какого-то, там, Пушкина-листового. То есть, очень много кто, очень, как бы, интересно. Значит, в облике этого всего может пройти просто дьявол. Поэтому, очень красиво может заманить, очень красиво может отвечать, очень красиво может, как бы, общаться, да, даже может и такое быть, что направить на хорошее. Но, оказывается, в облике это, может быть, просто дьявол. Вы имеете в виду, какого именно дьявола? Ведь пантеон низших существ, он же огромен. То есть, вы имеете в виду падший дух? То есть, один из легиона, то есть, кто-то, кто пришел в открытый портал, в открытую дверь, да? Да, 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 да. То есть, как бы, это могут быть и бесы, и демоны, ну, и, как я говорю, что дьявол тоже. Угу, понятно. А вот, скажите, у вас был опыт спиритических сеансов? Вы вообще практикуете спиритические сеансы? Я, как бы, не использую это. Спиритические сеансы не занимаюсь. Много, очень, много, очень просила людей, как бы, чтобы заняться этим. Почему? Потому что очень много было людей, которые умерли, убитые, непонятно их, как бы, смерти были. И вот, чтобы было это общение, ну, то есть, как бы, просили. Но я этим не занимаюсь. Понятно. Потому что это тоже, и для меня это тоже может быть чревато. Нет, ну, для всех, то есть, карма, она для всех одна. И если мы что-то делаем, если мы какие-то законы нарушаем, соответственно, мы потом имеем воздаяние сверху за это. Вот, хорошо. Ну, а вот, может быть, какие-то интересные случаи, связанные со спиритизмом, вы поведаете нашим уважаемым радиослушателям. Кстати, хочу напомнить, телефон нашего прямого эфира – 847-226-9956. 847-226-9956. Звоните нам, пожалуйста, на наш неизменно прямой эфир радиостанция «Сангейтс». С вами ведущая передача Владимир Гершанов и Инесса Алиева из города Героя Минска. Экстрасенс, ясновидящая, маг и просто хороший человек. Итак, Инесса, может быть, у вас есть какие-то случаи интересные, связанные со спиритизмом? Ну, как бы, особых таких случаев нет, но, в принципе, ну, по, как бы, разговаривая со своими коллегами, много таких моментов было, которые, как и вызывали, получается, духа. Ну, то есть, естественно, вопросов задавались вот именно когда и нет. То есть, таким образом. Так, потом еще, сейчас, получается, что вот, которое я вам говорила, ситуация, вот именно по умершим людям, да, вот не даже была ситуация, когда мужчину просто убили, да. Это где-то произошло, наверное, недели-две назад. И ко мне тоже обратились, попросили, вот именно, чтобы я, как бы, этим занялась. Да, подключили. А каким образом человек, он дома нашли его, как бы, мертвым. Ну, находился там он в ванне. Я, как бы, ну, не стала, как бы, в эту ситуацию лезть. Я просто перенаправила другим людям, как бы. И, ну, посмотрим, может, результат какой-то будет. Но обычно я вам хочу сказать напрямую, честно скажу, что очень мало, как бы, идет вот именно общения, потому что, в основном, как бы, используется как лярвы. Ну, да. То есть, это очень мало. И вот сейчас мы плавно подходим к теме духов. К теме духов. Это очень интересная тема, которая также связана, естественно, с спиритизмом. Я еще раз хочу напомнить, дорогие друзья, что на волнах радиостанции «Сангейтс» у нас сегодня передача «Терра инкогнито». с вами ее ведущий Владимир Гершанов, а также Инесса Алиева из города-героя Минска, маг, ясновидящая и экстрасенсы. Мы сегодня поговорим о духах. Итак, Инесса, скажите, пожалуйста, духи, что это такое, с чем их едят? Ну, что можно сказать? Дух, душа, это, как считается, вообще, как энергическое существо. И оно, как бы, само по себе, это совершенно самостоятельное, как бы, разумное, энергическое. Вообще, вы, наверное, все знаете, что когда человек умирает, то есть, естественно, идет отделение тела от души. Да, то есть, это всем понятно. То есть, это, получается, как бы, сразу человек умирает, и что-то такое витает непонятное, как говорится, что. Оно имеет какую-то свою, так, форму прозрачную. То есть, для души это, получается, тело вообще считается, это дом как для души. И само по себе, как бы, имея, как бы, душу человека, да, мы, опять же, то же самое, мы можем, как бы, вызывать, опять же, тех же духов. Так, но тоже, я, как говорила, вот при спиритизме, так, дух может быть и добрый, и злой. То есть, естественно, человека, как говорится, можно конкретно обмануть, вызывать духов. Сейчас, вот просто, как бы, если даже коснуться, человек хочет, если попробовать, не обязательно нужно умирать. Да, сейчас очень много, как бы, выхода из своего тела, то есть, душа может выйти. То есть, это, естественно, кто, вот, занимается, обучение на йоге, ну, то есть, как бы, опять же, мастера-целители, шаманы. Это все можно, как бы, уже попробовать. Разные есть техники, то есть, есть и школы специальные, конкретные, вот именно по этому направлению. Ну, а если ближе к духам подойти, да, вот, ближе к духам, откуда они берутся, зачем они к нам приходят, и чего они от нас хотят? Вот, расскажите, пожалуйста, про духов. Духи от нас не хотят, это мы от духов что-то хотим. Вызывая их, мы, как бы, мы хотим тоже, вот, именно, как бы, узнать что-то конкретно. Но духи сюда приходят, как я говорила, что и светлые, и темные духи, да, это редко очень мало, то есть, как бы, приходят, которые добрые, хорошие духи. А что такое светлые духи? Вообще, какие духи бывают, какая их классификация? Ну, я подскажу, то есть, бывают духи природы, бывают, там, дух земли, дух воды, дух неба, дух моря, то есть, там, дух земли, а бывают духи другие, то есть, вот, расскажите нам про это. Ну, то есть, как бы, те духи, которые, именно, как бы... Дух леса, дух дома. Дух дома называется домовой, правильно? Дух леса леший. Леший, да. Так. Значит, у каждого, вот, именно, тоже есть, естественно, домашний дух, это домовой, так, то есть, он тоже может, как бы, проказничать, так, как его, как говорится, заинтересуешь, да, может любого пощекотать, да, если ты с ним добрячком, значит, все нормально, он с тобой будет дружить, да, не будет шалить. Да, точно так же духи, которые, дух леса, дух природы, точно так же имеют свою, как бы, силу, если, как относишься к ним. Понятно. Ну, вот, расскажите, например, про проделки таких низших духов, как домовые, например. Вот, что такое домовой? Вот, это же тоже низший дух, правильно? Да. Ну, домовой, он, как бы, бывает, вот, именно, бывает, что хозяина и не взлюбит. Вот, если он хозяина и не взлюбил, значит, дело будет очень плохо, то есть будет по-всякому вредить, по-всякому будет ночью что-то делать, там, стучать, там, что-то, как бы, пакостить, или скрипеть будет, ну, что-то, как бы, вытворять. Поэтому здесь духа вообще домового всегда нужно задобрять. Например? Ну, что? То есть хотя бы в доме даже обязательно, то есть положить тоже конфетку, тоже печенька, ну, то есть и с ним поговорить любезно. А куда положить? Положить, ну, в место, можно в уголок. В уголок? Чтобы никто не уволок, хорошо. То есть положить в уголок конфетку, да, и что? То есть вот вы сейчас рассказываете, как нам произвести контакт с домовым, да, насколько я понимаю, как сделать так, чтобы домовой хорошо относился... Да, что... ...кому человеку, который живёт в доме и не вредил. Да, именно задобрить его, да. Задобрить. И так, ну, это же уже просто какое-то заигрывание с тёмной силой, я так понимаю. Это же уже какая-то чёрная магия, простите меня за выражение, получается. Ну, бывает, бывает, всем и не без греха. Хорошо, и зачем же мы его задабрим? Для того, чтобы он нам не пакостил, правильно? Домовой-то. Да, 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 да. Хорошо, а вот бывают, ладно, с домовым, понятно, разобрались. А как вернуть вот вещь? Например, домовой бывает, вот вещь какую-то заберёт, да, что-то мы не можем дома найти. А есть какие-то вот для этого ритуалы, способы, чтобы что-то вот найти дома потерянное? Ну, вообще, как бы, потерянное, если найти, обычно возвращаешься на то место и держишься за темечком. На то место это где потерял, правильно? Ну, если бы в доме где-то что-то потерял. Да, да. В доме положил где-то вот бриллиантовое кольцо, и не помнишь где, например. Я постоянно держусь за темечком, и как бы сразу же вспоминаешь. Вспоминаешь, да. Хорошо. Ну, если с домовым более-менее понятно, то, например, вот с лешим не очень понятно, а про лешего вот что вы можете рассказать? Ну, как и все, как говорится, что домовой, что это, как вы и сказали, все, как бы, из тёмных... Из тёмного пансиона духов. Да. Поэтому здесь с ним шутить нельзя. Тоже, если, как бы, он обычно, если с домовым, то можно его задолвить, то с лешим это не пройдёт. Он всегда старается, как бы... Он задурит, поиграется, но потом своё дело сделает. Какое интересное мне знать. Дело он сделает. Своё, да? Окей. Ладно. Тёмное. Своё тёмное. Своё тёмное дело, да. Или в болото какое-то заведёт. Не туда, куда надо. Или куда-то вдаль. Короче, заплутает. Всё плутилось. Я понял. Заблудит, заплутает. Хорошо. А вот русалки, например, да, вот. Тоже ж... Это тёмный пансион духов, правильно? Да. Русалка, это же тоже тёмный, низший, падший дух. Все... Да, да, да. Все... То, что русалки, лешего, домового, они все именно с чёрного легиона. Вы всё правильно сказали, Владимир. Поэтому тоже такая же ситуация. То есть, как бы, они всегда вот именно стараются пакостить. Всегда стараются, как бы, делать зло. Понятно. То есть, с русалками лучше не дружить? Нет. Нет. А вообще, русалки же живут в озёрах, правильно? И в болотах. Вот. И есть же какие-то даже приметы, когда там не купаться в озере, да, там ночью одному. Что русалки там не утащили. Это ещё обычно накупали такое, может? Ну, да, накупали, да. Ну, да ладно, бог с ними, с русалками-то. А что мы ещё имеем в плане духов такого вот интересного? Ведь есть духи-то и серьёзные. То есть, иногда вызывают не просто там каких-то там мелких духов таких, но и серьёзных духов, то есть, из «Легиона тьмы» с большим рангом. Вот. Например, очень много ведь про это писали наши, ну, скажем, наши классики в плане, мировые классики. Тот же Шекспир, да, то есть, опять же, очень много написано вообще про вызывание духов. Например, и... Ой. Много написано. Тот же Фауст, предположим. Вот, когда человек захотел знать многие тайны, вот, вызвал демона. Вот. Вообще, ведь это же целая тема, когда люди начинают связываться с тёмными и спадшими духами, и их это до добра не доводит. Особенно такие вещи, как продажа души дьяволу. Это же тоже очень тёмный, наверное, самый страшный ритуал, который имеет место в чёрной магии. Вот. И, знаете, вот ещё всякие люди бывают, вызывают, как бы, беса, для того, чтобы, как бы, шутки ради, там, на перекрёстке, там, четырёх дорог, бросают монетки. То есть вот расскажите вот про такие вызовы тёмных сил и вот про такие вот ритуалы, нехорошие. Ну, я хочу сказать, что вообще лучше не прибегать к таким ритуалам вообще не стоит. Потому что на самом деле, кто будет этим заниматься, он потом продаст душу дьяволу. И он до конца своей жизни, он будет, как бы, ему работать. И потом ещё будет отрабатывать его остальное колено. Поэтому здесь, если есть какие-то определённые, вот именно с духами ритуалы, то лучше, конечно, обратиться к мастеру, который верующим, конкретно этим занимается. Поэтому здесь, если есть ещё вот, ну, как духи предков, так, если уже сильно, как бы, ну, хотят, как бы, этим заниматься, то лучше, конечно, обратиться к ним. Но при этом они должны быть сами люди, которые вот именно будут обращаться к этим, вот именно духам предков, то они должны иметь, как бы, карму чист. И, как бы, карму физическое, как бы, тело, чтобы оно было чистое, и чистоту мыслей, помыслов. Тогда, как бы, это пойдёт вот именно как на добро. Понятно. Ну, тут... Есть духи, которые действительно, ну, могут вам помогать. Которые, как я говорю, духи вот именно как предков, да. Тогда они, если у них что-то попросить, так, они, как бы, исполняют. Да, но всё имеет свою цену. Да, да. Расчёт, как говорится, за всё ты должен расплачиваться. То есть нужна жертва, правильно? Да. То есть всегда духи требуют ту или иную жертву. Да, да. Такое возможно. Даже, вот, в принципе, как бы, человек вот именно, как бы, связан, если вот обратился к духам, и он, получается, как бы, считайте, отдал духу, и он постоянно требует расплаты. То есть человек зомбируется, человек, он полностью, ну, вытворить может любое. Поэтому, ну, то есть, как бы, если он у нас вот именно зов того, то, что там, убей кого-то, или сделай это, человек, то есть, как бы, пойдёт на это. Поэтому все люди, которые, ну, хотят с этим вот поиграться, то есть это обычно они будут или суицидники, ну, или, как бы, со здоровьем будут очень большие проблемы. Поэтому всеми, как бы, что касается спиритизма, вызывания духов, я вообще не рекомендую этим заниматься. Ну, вот опять же, вызывание духов и спиритизма. Например, очень часто в салонах спиритизма медиум каким образом общается с духами? Он пускает дух в своё тело, и этот дух путём этого тела вещает клиенту ту или иную информацию. Вот, не вредны ли такие штуки? Конечно, вредны. Я же почему и сказала, что все вот даже касается вот именно, как бы, магов, экстрасенсов и шаманов, но, как бы, эта концовка не очень хорошая. То есть люди или становятся или шизофрениками, или становятся, ну, то есть, как бы, или суицидниками. Поэтому лучше всего, конечно, ну, то есть, как бы, это каждый выбрал свой путь. Ну, короче, вы не рекомендуете заниматься спиритизмом и вызывать духов, правильно? Да. А если кто-то хочет этим заниматься, то он должен это делать только под присмотром специалистов, правильно я понимаю? Да, обязательно, потому что, ну, то есть, как бы, человек, который сведущий в этом. Ну что ж, уважаемые друзья, вот подходит к концу наша передача. С нами была сегодня Инесса Алиева из города Минска, Белоруссия, а также ваш покорный слуга Владимир Гершанов, радиостанция Сангейца, передача Тера Инкогнито. Спасибо, Инесса, за интересную передачу. До новых встреч в следующий понедельник в 12 часов по Чикагскому времени. Спасибо большое. До свидания. До свидания. Всего доброго. Данила Господь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok